Город Среди добровольцев, которые в первый день войны записывались на фронт, Лейтенант Щедрин увидел тех, кто на дальзаводе строил подводную лодку С-56, командиром которой он и был назначен. Рано утром 31 октября 1941 года в обстановке полной секретности возле одного из пирсов Золотого Рога на подлодке подняли флаг. С этого дня она вошла в состав Тихоокеанского флота. Капитан-лейтенант Щедрин рвется на фронт. Ему неуютно вдали от главных событий. И, наконец, осенью 1942 года из Москвы пришла шифрограмма с приказом отправить из Владивостока 6 подводных лодок для усиления Северного флота. В их число попала С-56. За годы Великой Отечественной войны с Полярного С-56 под командованием Григория Щедрина совершила 8 боевых походов, в ходе которых было потоплено 10 вражеских кораблей и транспортов. Особенно тяжелым выдался пятый поход. Советскую подлодку обнаружили немецкие противолодочные корабли. 26 часов 7 вражеских кораблей преследовали и бомбили С-56, сбросив на неуловимую подлодку в общей сложности 300 глубинных бомб. Чтобы идти бесшумно, командир С-56 отдал приказ перейти на ручное управление и отключить вентиляцию. Через какое-то время на подлодке просто нечем было дышать. Концентрация углекислого газа составила 4% при предельно допустимом уровне 1. Корабельный врач доложил командиру Щедрину, что воздуха в лодке осталось всего на 15-20 минут. Благодаря мужеству и выдержке подводников, С-56 продержалась более 6 часов вместо возможных 15-20 минут. Ей удалось вырваться от преследования в безопасный район и уже через сутки догнать тот же фашистский конвой и потопить очередной транспорт. За этот подвиг С-56 была награждена орденом Красного Знамени и гвардейским званием. А Григорию Щедрину присвоили звание Героя Советского Союза с орденом Ленина и медалью «Золотая звезда». Григорий Иванович заслужил славу командира подводника, который не возвращается на базу без победы. Хотя немецкое командование 17 раз объявляло о потоплении С-56. Спустя 12 лет, в 1954 году, С-56 вернулась во Владивосток с северным морским путем. Таким образом замкнув кругосветку одной из первых в мире среди подводных кораблей. Редактор субтитров А.Семкин